Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли-ли Самые эффективные практики, которые человек может использовать. В принципе, очень много практик мы дали в открытом доступе. Да, в открытом доступе. Там многое можно найти. Но есть практики, есть темы, которые ты не найдешь нигде. Это полностью, в принципе, все наши практики, это все наработки инфодайинга. Они не взяты ниоткуда. И со следующей недели мы начнем проводить практикумы. Даже, наверное, с этой пятницы, уже даже не помню по расписанию. У меня не помню, или с пятницы, или... Мы начнем проводить практикумы. Нет, не с этой пятницы, с этой пятницы. Но открытые консультации. Открытые консультации, да. Значит, со следующей недели у нас пойдут практикумы. Например, перезагрузка ЦНС. Вот люди спрашивают, что такое перезагрузка ЦНС, как это... Да то же самое, что в компьютере перезагрузка. То есть, если ты поставил новое программное обеспечение, то компьютер надо перезагрузить, перезапуск. Вот этот перезапуск мы делаем с ЦНС. И, например, это очень эффективно при аутизме у детей. Мы видим, где будет идти нервация. Если нервация, если у ребенка проблемы с питанием, мы видим, что, опять-таки, скорость восстановления вот этих межнейронных связей мы видим. И мы можем сказать, что в течение 3-4 месяцев или месяца восстановится питание. Или если проблемы с туалетом, с горшком, мы видим и говорим, будут изменения. А иногда бывает такое, что перезагружаешь, что изменений нет. И говоришь, что на данный момент изменений вот по этим моментам не будет. Или там по речи не будет. Почему? Потому что психика ребенка не готова к этим переменам. А она не готова, как правило, потому что не готовы родители. Не готовы родители внести изменения в свою жизнь так, чтобы отразиться в ребенке здоровьем. Поэтому вот эта перезагрузка – достаточно сложный психический процесс. Достаточно сложный. К нему мы шли, мы до него дошли с первого раза. Мы к нему шли через очень много таких коротких отработок, связанных с позвоночником, с энергетикой человека, с надсознанием человека. И потом нашли в подсознании, как делать это все правильно. И поэтому вот на этом практикуме мы расскажем и дадим практические аналоги, как это все делать. Ну, это, наверное, один из ключевых моментов. Если ты загружаешь что-то в человека, то перезагрузка СНС обязательно. И мы ее часто очень делаем. Поэтому у людей возникает вопрос, что вы делаете. Но это очень ценно. И еще у нас же много практик. И можно даже, если вас какие-то интересуют практики, вы не можете найти, напишите. А слышали об этом, да? Да, да. Мы в виде таких коротких выжимок можем это дать, для того, чтобы человек мог двигаться вперед. Потому что сейчас приходит много людей, которые раньше боялись инфодайвинга. Просто боялись, прятались. И, знаете, иногда это смешно, иногда это не очень смешно. Когда человек боялся, прятался, но при этом смотрел втихаря. И при этом, например, у него ребенок болен аутизмом. И при этом мама два года сидит втихаря, смотрит, а у ребенка возраст тикает. Два года для аутизма – это очень большое срок. Это очень много. То есть, когда ребенку, например, 2-3 годика, вероятность вывода в стопроцентное здоровье, она почти стопроцентная. А когда ребенку 5 лет – это уже 60-70%. А когда ребенку 8 лет – это уже меньше процентов. А когда ребенок взрослый, там вообще можно откорректировать, что он там где-то будет приспособлен, где-то лучше. Но все равно у него уже на лбу будет написано, что у него есть отставание в развитии. И это отставание в развитии вы никак не прикроете гениальностью. То есть, когда мать сидит, смотрит и не решается, потому что у нее есть какие-то тараканы, включая жадность, это ее проблема на самом деле. Но время уходит, этот поезд уходит. И потом вероятность помощи ребенку просто снижается, катастрофически снижается. Мы всегда говорим по аутизму. Чем раньше обращение, тем лучше. Тем больше вероятность вывода в стопроцентный результат. А еще лучше – это когда, я прямо сейчас подумала, это когда у мамы вдруг стоит вопрос, что хотят поставить аутизм. И вот мама впервые обращается к врачам, и ей говорят, что мама сама сомневается, во-первых, и ей говорят, что аутизм. И вот в этот момент это вообще просто… Самый оптимальный. Самый-самый, да. Вообще просто перенаправить… Тогда можно и бездетно заобойтись, и постепенно ребенок хлоп и выруливает. Почему так важен возраст ребенка? Потому что надо удалить кучу поломанной информации. И это за годы. То есть, грубо говоря, что значит удалить до трех лет, и что значит удалить до пяти. Объем восполнения разный. И, соответственно, потом тем же самым родителям заниматься с ребенком. Что значит восполнить недостаток занятий и за три года, и за пять лет, да? А за десять лет, да? То есть, и это все, соответственно, растягивается во времени. И снежник такой ком, то есть, становится невозможным. Вот, поэтому вот эти зависания… Но при этом сейчас много людей, кто обращается, говорят, давно-давно вас смотрю. Да, кстати, да. А как, вот хочу сделать, вот не знаю, что это заинтересовало. Вот по снам, кстати, очень много спрашивают. Тоже, да. Как это делать? Как работать со снами. Поэтому мы и поставили, как работать со снами, как создавать через сны. Тоже будет такой практикум, тоже есть в расписании. Тоже можно посмотреть и подключиться. Ну и, в принципе, там, когда нам пишут и внимание цепляют, что там чего-то человек найти не может, мы обычно на это откликаемся и говорим. Либо где взять, либо оставим, чтобы это дать. Если это в курсах шло, в больших программах, какой-то отдельный элемент можно дать. Это не исключает того, что все равно, если вы развиваетесь, то придется пройти весь путь. Вы же понимаете, что не соскочишь. Весь путь – это значит весь путь. Ну, можно пройти что-то быстрее. С чем-то начать работать то, что интересно. Опять-таки, очень интересный момент, который я не так давно увидела в интернете, это когда практики инфодайинга, вообще незнакомые люди, вообще, которые никогда к нам не обращались, не учились, ничего, они перезаписывают под своими именами. И меня это сразу удивило. Думаю, я женщину какую-то нашла интересную. У нее там мало видео, и вот попытка перезаписывать наши какие-то вещи. И я подумала, ну, она рискованная. Она рискованная, потому что это же дробить свое зеркало. То есть вот такая ложь, она же ложь самой себе, она же тут же отразится на жизни, на здоровье, на все. Да, но это, видишь, человек этого не понимает. Это тот вирус, я всегда называю это вирусом, это тот вирус, который крошит свою же всю систему. Ну, как спит. Организм, да. И это, на самом деле, это настолько важно даже, я бы сказала, осознавать это. Когда ты... Блин, сейчас такая тема даже возникла, и я понимаю, что ведь и религия на этом построилась. Да. Точно на таком же вирусе, без осознавания, а именно просто копированием. И ритуаликой. Но при этом, смотри, мы запускаем новый вид взаимодействия с аудиторией по понедельникам. Это как возможность. Это как возможность начать многие вещи осознавать. Ведь все равно должен быть рост сознания человека для того, чтобы он перестал поступать по-другому. Если в мире человека принята ложь, то ты ему объясняй, не объясняй, он ни хрена не понимает. Он может пройти кучу курсов, тренингов, и он все равно как лгал себе, так и будет лгать. И его подсознание будет причинять ему боль, и он будет кричать все равно, что пока у него есть объективная реальность, он будет кричать, что его Бог наказывает. Но при этом он будет продолжать лгать. То есть вот это вот тупое следование собрыва, овна собрыва, оно имеет место быть, и это очень часто видно. И мы же сколько раз мы это видели, наблюдали. И мы что, мешали, что ли? Нет. Нет, это надо человеку прожить для того, чтобы до него дошло на собственном опыте. Человеку нужен опыт. Потому что это тот уровень сознания, который, на самом деле это так, тоже уровень сознания, который без опыта на собственной шкуре или на собственной жизни он не перешагнет. Не способен принимать опыт через других людей. Вот, кстати, какой огромный плюс дает инфодайвинг. Ведь все, что делаем мы, это процесс тренировок, и это наши способности, по сути дела, достигнуты благодаря тому, что мы работали с огромным количеством людей и извлекали сознание из их опыта. И нам не надо тогда проживать свой опыт. Это тоже очень большой плюс. То есть тогда игра под названием жизнь пройдена вот этот уровень очень быстро. Очень быстро. В одном теле. Но для этого сознание, оно должно быть чистым, искренним. То есть в искреннем интересе идешь, это уровень сознания. Я вот на все сто сейчас это осознаю. То есть когда уровень сознания, на самом деле искренность в интересе, и человек остается чистый, искренним в своем интересе, дает действительно быстрое, очень-очень быстрое развитие, прохождение игр. В каждом направлении свое, конечно. А то направление, которое нам с тобой интересно, это действительно как проживание за одну, даже не жизнь, а вообще в процессе жизни, за какой-то период жизни, вот как мы работали с людьми, мы действительно прошли, можно сказать, всю игру. И пришли к ее. К тому, что ты умеешь. И к тому, что ты сможешь эти вещи перенастроить и перепрограммировать уже под себя. Дальше. Это да. И тогда приходишь к субъективности, однозначно к субъективности. По-другому ты. Нет ничего, кроме субъективной реальности. Да. Есть только я. И у каждого так. И при этом людям мешают такие концепции. И при этом, знаешь, что еще мешает двигаться людям вперед? Человек путает гипноз и инфодайинг. Вот это остается ключом. Человек смотрит на внешнюю картинку. Вот ты сидишь и закрыла глаза. Все. А дальше неизвестно, что ты делаешь. И разница в том, что ты засыпаешь или ты просыпаешься. И во время засыпаешь, и во время просыпаешься глаза закрыты. Вопрос. Ты мгновенно заснул и тут же пошел в просыпание. Это одни психические способности. Момент, когда ты засыпаешь, и о просыпании вообще речь не идет. Это другие психические способности. Но картинка одна и та же. А человек привык жрать фантики. Вот он на картинке ориентируется. И тогда он говорит, медитация. То же самое, что инфодайинг. Нет, медитация – это засыпание. Опять-таки, гипноз. Вот смотришь на все эти вещи. Это ты сегодня мне показала. Подъем кундалини. Подождите, ребята. Это все засыпание. Ну, книга «Управление восприятием». Но вы же умные люди. Если вы умные люди. Ну что, ее тяжело прочесть? Прочел. И все в систему приведено. Потому что полностью раскрыты основные моменты, которые вводят человека в засыпание. Все. И выход из засыпания. Только проснуться. А проснуться ты можешь уже через инфодайинг. Но никак. Иначе ты не проснешься. То есть это парасомномбулическое состояние. Это параллельная реальность. И она такая же для мозга реальная, как и... Но когда вы переходите в парасомномбулические состояния, там уже объективная реальность растворяется. Как сахар в чае. Все ее. Шаг за шагом. Как вы ложечкой помешиваете. Так вы идете от уровня к уровню. Хлоп. И нет объективной реальности. Остается только осознание, что вы создаете все в своей жизни. Вы отвечаете полностью за свою жизнь. Все ваши игры – это ваши игры. И если вы хотите сменить игру, то меняется через благодарность. Кстати, практику по благодарности хорошо было бы поставить. Потому что очень важный момент по практике благодарности. Как это все делается. Вот поэтому интересная та жизнь. Но зато, когда ты уже через инфодайинг выходишь, начиная жить и осознаешь, что все полностью плод твоего создания, то кайф от жизни такой невероятный, что иногда аж дух захватывает. Как классно жить. И как интересно жить. Как интересно жить. И это невероятно. И еще, знаешь, что меня недавно впечатлило. И я до сих пор нахожусь под впечатлением. Помнишь, мы брали очередную восьмерку в расширение. И вносили преобразование себе в психике. В частности, по расширению бутерброда. Так вот, там было восприятие, но это уже не Бог. Это в чистом виде восприятие, создающее вот этого единого я, сознание. Единого сознания. И как оно реагирует на интерес. И как оно слышит интерес в людях. То есть, даже не столько интерес, сколько мыслей, которые приходят по интересу полого человека. И вот на меня тогда произвело впечатление вот этот белый шум. И ведь этот белый шум, это вот человек приходит в церковь и молится. Боже, помоги, услышь меня, ты меня не слышишь. А это вообще белый шум. И тебя никто не слышит. Потому что ты сам себя не слышишь. Ты распылился, и ты никому не нужен вообще. Потому что ты себе не нужен. И это, вот это было настолько грандиозное. Казалось, это же очевидные вещи. Но когда ты это проживаешь, вот в этих состояниях. Брюс всемогущий тут же вспомнился. С его работой на компьютере. И вот так и стоит эта картинка перед глазами. Вот это восприятие этого белого шума. Это тогда произвело впечатление. То есть, все человечество, это белый шум. И лишь единицы, идущие за своим интересом, привлекают внимание единого я. И тогда единое я. Так, ова! Да, да, да. И вот это хлоп выстрелил, хлоп выстрелил, хлоп выстрелил. А все остальное белый шум. А все остальное белый шум, мусор. И только вот как искорки вот эти интересы. Только раз. О, да, да. Они как искорки, как искорки, чистые искорки. Это как, знаешь... Это чистый интерес. Чистый интерес. Это как пепел уже потухший, да. И вдруг так близь. Кстати, близь. Близь здесь, да. И вот оно так, да, вот оно. Да-да, интересно. Вот это услышать. Сам себя слышишь. Сам себя слышишь. Но самое интересное, что вот этот выбор, так ты будешь близь, или ты будешь мусором. Белым шумом. И ты потом ходишь несколько дней под впечатлением, потому что осознаешь, либо ты будешь мусором, либо ты будешь человеком. И это все в тебе. И если в тебе нет интереса, именно твоего интереса, когда ты занимаешься любимым делом и валишь в интересе, то ты мусор. И никак иначе. Для единого я ты белый шум. Все. Вот это произвело впечатление тогда. Это восьмая, да. Это восьмая матрешка. Это, конечно, невероятное. Сейчас мы пятую, шестую отдаем. Отдаем. Потом будет. Ну, а седьмую, восьмую вместе отдавать нельзя, иначе. Там проблемы будут, надо по отдельности. По отдельности. Там уже не соединишь. Да, это так. А сами вперед. Да? Как еще? А смотри, как, вот то, что вчера отдавали пятую, как там был момент, когда, ну как, уже ж дуальность, все, дальше ничего нет. Все, наука дальше не ходила, дальше ничего нет. Есть. Идем. Идем. Есть, есть, есть. Если вам сказали, что там ничего нет или туда нельзя, точно туда надо. Так родился инфодайинг. Да, да, да. Потому что, это ж наука говорила, за гипнозом ничего нет. Вот последнее 3-3 по каткову, и все, ничего нет. Дальше сон, глубокий сон. И отключение сознания. Смотри, я говорю, отключение сознания, а ведь там просыпание, да? А дальше просыпание. А это перекрыто. Все, нет, ничего. Туда ходить нельзя. Ну, тогда, если так рассуждать, тогда у нас и нет дня, день, ночь, смены дня и ночи. Ну, так религию же сделала, что ты умираешь. А ведь это есть. Так, может быть, вот научиться видеть вот это, осознавать, да, видеть это целостно. Все, как мы говорим, по образу и подобию. Но для того, чтобы видеть вот это по образу и подобию, это действительно, это вот наши наработки, это инфодайминг, наш интерес, когда ты движешься, и твое сознание расширяется, расширяется. И у нас же сейчас на образ и подобие, ну, просто, для человека, который вообще не в инфодайвинге, те образы, которые мы сразу улавлим, это как одно и то же, для него как абсолютно разное. Но при этом, но при этом где-то в человеке, ну и правда, есть такое, да, срабатывает. Это уже хорошо, что срабатывает. Вот. А на самом деле это язык, язык чувств, когда ты видишь, видишь все целостно, а значит, ты любое, любой образ, ты можешь увидеть, допустим, там несовместимые вещи, да, увидеть, как совместимое. Это как алфавит, это как, ну, это язык, это язык инфодайвинга, язык, чистого сознания. Ну, смотри, последние наши лекции, когда мы начали раскладывать то, что у человека в норме, просто под углом, как видит это подсознание. Да, да, да. И мы взяли и споры, и соревнования, и советы, и все вот эти, там, где человек купается и считает нормально, 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 да, и как вывернулось и стало очевидно, зачем человек болеет, зачем человек стареет, зачем человек, и каким образом он это все включает в себе. Мы только лишь под другим углом посмотрели, да, и сколько осознания у человека, и уже даже эти наши лекции, они в человеке открывают, ну, я не знаю, сколько возможностей открывают, на самом деле, для сознания, расширения. Каждая лекция, это отдельная диссертация, на самом деле. Потому что психология, и люди под этим углом, особенно про советы, что они когда-нибудь под этим углом смотрели, а подсознание после каждого совета просто ухахатывается. И говорит, ну что, развлекаемся дальше. Следующий стимул пошел в твою задницу. Ну, и все. Грубо, но факт. И пошла следующая, следующий виток страданий. Зачем тебе страдания? Зачем ты глупости делаешь? Направь интерес в себя и в свой интерес. но для этого надо принять то, что у каждого свое место, то есть, да, свой интерес, своя жизнь, и каждый на своем месте. Своем месте на своем месте. Да. Это как принять, что другое может быть другим. Ну, и точно так же, как после лекции, когда люди для себя разложили, что такое управление, что такое власть, и что такое деньги, да, и смотри, как шарики за ролики стали. человек сразу направил внимание в свой интерес и в свой бизнес. Потому что он понял, что его внимание, ай, да там, тот хороший, тот хорошо живет, а тот плохо живет, а я тоже так хочу жить, как тот, кто хорошо живет. И вот эти вот все выносы, сразу очевидно, как рождается болезнь. Ну, так зачем тебе это? Направь себя и будь здоровым. И опять-таки, тут же деньги появляются. И тогда не надо завидовать, а ты все это имеешь, потому что ты трудишься сам и кайфуешь от жизни. Блин, настолько, вот эти вещи настолько простые, настолько интересные. Я просто кайфую, когда смотрю на это и понимаю, что люди, которые начинают так жить, ну, это же совсем другая жизнь. Тоже назад пути нет. Это путь к себе, к искреннему настоящему. Все. Другого варианта нет. Так и есть. Да. Уже однажды коснувшись, шагнув туда, да, назад, нет. Но в то же время всегда есть возможность назад. На самом деле, если очень сильно захотеть. Ну, это деградация будет. Это камни вниз. Камни подыщем. Да. Поэтому, если у людей будут вопросы, там, какие-то практикумы дополнительные, присылайте темы, мы посмотрим, обсудим и решим. Может быть, что-то и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok